Доступность медпомощи для пациентов с ковид, отслеживание контактов, ограничения по ситуации. Это и есть основные принципы работы системы здравоохранения в период эпидемии. Их назвало региональное бюро ВОЗ. Их придерживаются в нашей стране. Сегодня же готовность к возможной второй волне пандемии с учетом избранного Беларусью пути президент обсудил с министром здравоохранения. Надо сказать, что Александр Лукашенко на связи с медиками каждый день и знает о ситуации с заболеваемостью очень подробно. Но параллельно с оперативными решениями, связанными с борьбой с инфекцией, президент призывает Минздрав разрабатывать и стратегию на будущее. О второй волне коронавируса в мире разговоров много. Правда, конкретики и единства мнений нет. Но, добавил глава государства, путь борьбы в Беларуси абсолютно тот, которым должны были идти все государства. Владимир Караник отметил, когда анализируется, например, путь Швеции, то в качестве основного преимущества называют то, что в стране реализуют меры, которые могут проводиться неограниченно. По итогам встречи министр сослался на заявление ВОЗ о том, что вторая волна неизбежна. Вопрос только в том, насколько она будет тяжелой. Здесь надо греть к тому, что надеяться, что второй волны не будет, но готовиться к ней надо обязательно. Основной подход, который сейчас рекомендуется, это отслеживать здоровье контакта в первого уровня. Это то, что мы с самого начала делали в нашей стране. Это быть готовым к оказанию медицинской помощи заболевшим. И здесь у нас тоже нет проблем с доступностью медицинской помощи. Мы по регионам в режиме готовности. У нас в каждом регионе есть достаточное количество свободных коек, которые готовы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся. И быть готовым к введению, прошу обратить внимание, определенных ограничений. У нас и на сегодняшний момент определенные ограничения действуют, но необходимости в каких-то более жестких ограничениях мы не видим, поскольку у нас нет признаков перегрузки системы здравоохранения. Ко второй волне, естественно, мы, учитывая на сегодняшний момент опыт, уже многомесячный опыт борьбы, естественно, проанализированы узкие места, проанализированы возможные риски. Мы создаем запасы средств индивидуальной защиты. Мы расширяем существенно мощность нашей ПЦР-лаборатории. Также министр добавил, хорошая погода и более активное общение людей пока не сказывается негативно на эпидемиологической ситуации, но меры предосторожности нужно соблюдать в любом случае.